друзья всем привет в данном видео хотелось бы сделать обзор на данную камеру это у нас lumix от производителя panasonic как всем известно модель данного агрегата dsfz-82 в других странах он позируется как dsfz-80 камеры один в один я думаю ничем не отличаются они пришли не на смену таким аппаратом как panasonic fz-72 из от 70 визуально не очень похожи между собой и так lumix dsfz-82 оснащен объективом lumix здесь варим с фокусным расстоянием от 20 до 1200 миллиметров с диафрагмой от 2 и 8 до 5 9 на длинных расстояниях что для данной камеры считая очень неплохой показатель и очень хороший как говорится дает задел по сравнению с другими аналогичными конкурентами камера оснащена без сай simos матрицей то есть это из линейки live most матриц panasonic как они позиционируют это ихняя как бы разработка данной технологии основывать на том что засветка матрицы происходит с тыльной стороны что при дали при длительном использовании к данной камеры съемки видеосъемки позволяет уменьшить шум и я думаю она справляется с этим довольно таки неплохо и кадры получается довольно хорошие и сочные с минимальным количеством шумов опять же повторюсь для данного вида камер то есть бридж также эта камера используют тот же сигнальный процессор что и такие флагманы как gs4 а непосредственно этот процессор venus engine 9 довольно таки мощный процессор который дал этой камере возможность снимать 4k видео при длине клипов до 15 минут данную камеру корпорация panasonic предоставила в марте 2017 года по габаритам камера 130 миллиметров на 120 миллиметров и на 94 высота миллиметра она напоминает как бы зеркалку начального уровня и по весу и по габаритам она говорит об этом я думаю что для начинающего фотографа подойдет вес данной камеры у нас всего-навсего 616 грамм при таких габаритах но я считаю это каким-то даже плюсом данной камеры она и нелегкая и не тяжелая для своих габаритов для своего класса в руке сидит она очень надежно рука не устает вес хороший на дальней на дальней фокусировки на мечты превосходно возможно это заслуга стабилизатора да ребятки в данном аппарате стоит стабилизатор оптический стабилизация производится за счет смещения оптических элементов данных оптических элементов как заявляет производитель здесь 12 что говорит о том что здесь ты довольно таки довольно хороший объектив с хорошими линзами и так про стабилизацию матрицу сказали перейдем непосредственно к самой камере что мы видим сверху на камере сверху нас расположен динамик ну такой нормального качества не громкий не тихий нормально средничок такой далее у нас расположена откидная вспышка вспышка здесь я считаю пожалуйста тоже довольно таки хорошая она по-моему заявлено до 12 метров бьет снимки получается хорошая ошибка не пересвечивает нормально далее что я считаю также хорошим плюсом для данного типа камер это горячий башмак для вспышки ну данные технологии позиционируют как более или менее серьезную камеру приближенно уже непосредственно к зеркалкам поэтому я это зачтука один из больших и жирных плюсов далее мы смотрим у нас находится селектор выбирая режимов съемкой и в него интегрирован рычажок включения выключения камеры режимов здесь довольно таки достаточно есть и художественные и панорама и видео и управление ручное в общем все что вам пожалуй заблагоразумится для начинающего фотографа очень даже хорошо найдете здесь все что вам надо смотрим далее у нас идет кнопка записи вот если вы находитесь даже фото режиме вы можете мгновенно нажать данную кнопку и получить видео изображены видеозапись провести видеозапись так сказать ну что у нас еще расположена наверху у нас расположена кнопка fn1 это выбор режима 4k фото данная камера поддержать 4k фото по моему до 200 кадров если я не ошибаюсь за ней расположена кнопка fn2 это постфокус что тоже довольно таки удобно рядом с ней расположен индикатор зарядки и на верхней части расположен также индикатор вай фай да кстати данная камера поддерживает вай фай что позволяет сопрягать ее с мобильными устройствами и производить управление непосредственно с мобильного устройства типа android устанавливаете специальное приложение камера отлично управляется приближает отталяет фокусирует и делает снимки далее смотрим нас на верхней части также расположена кнопка спуска затвора находится в кольце управление зумом зум зумирование производится плавно камера с этим очень хорошо справляется по центру опять же вернусь все-таки у нас башмак я считаю это очень хороший задел не забываем про это кто любит поснимать темных где-то более приглушенным освещение дома или еще где-то очень выручает очень хорошего хороший задел для фотографа перейдем потихонечку к задней панели да ребята чуть не забыл непосредственно вспышки сверху расположен под сеточкой располагается два стерео микрофона не забываем это панасоник дает вам получить хорошее качество звука причем здесь используется технология зумирования звука то есть когда вы приближаете камера автоматически подстраивается под тот звук как никуда приближен вас кадр давайте будем потихонечку переходить к задней части камеры давайте включим ее чтобы могли видеть я наклеил уже защитную пленочку чтобы не повредить объектив объектив у нас кстати тачскрин очень хорошо тут люмикс позаботились о нас сделали на качественно легкими движениями буквально вы можете управлять камеры пожалуйста она сразу раз и сфокусировалась выбирать пользоваться меню также все можно производить за счет тачскрин технологии не прибегая к джойстикам и так на задней панели камеры находится у нас глазок электронного видеоискателя с регулятором где с дет реальным регулятором я считаю вот данный минус этой камеры вот этот вот регулятор постоянно задевается забиваются диоптрии видеоискателя сам же видеоискатель качественный но единственное что он находится в таком жестком пластмассе я считаю что можно было бы вот это вот как-то сделать как у нормальных камер резинку ну ладно кто им пользуется то не польза привыкаешь все нормально отображается полностью все меню все отображается видеоискателей можно даже не прибегать дисплею тут вопросов не возникает сделано так говорится надежно функционально ну немного тактильно промахнулись они так скажем разрешение кстати видеоискатель у нас 1 миллион 170 точек диагональ его на 0 2 дюйма хватает хватает сразу же можно поснимать со временем привыкаешь все нормально далее слева от видеоискатель расположена кнопка подъема встроенной вспышки пожалуйста я уже открывал вспышку еще раз покрою вспышка прекрасно выкидывается кнопка механическая никаких электромагнитов там ничего все прекрасно откидывается пожалуйста повторю еще раз механика все откидывается далее сам дисплей этот тачскрин 3 дюйма с очень хорошим разрешением при смене угла картинка как мы можем видеть шибко нет тусклеет отлично тут они постарались а хороший задел спасибо панасонику за это задачи скрин и в конечно день за что хотелось бы чтобы он выкидывался но данная функция доступна в более же как говорится высоком представители данной линейки это z по моему 300 и 1000 них по моему же откидная надо смотреть данном случае учитывая то что здесь вай фай если вы где-то чтобы не лежать можете сделать сопряжение с вашим мобильным устройством и снимать и управлять камерой пожалуйста все отлично получается что он находится на задней панели кнопка перехода дисплея к видеоискателю ну что тут особо рассказывать нечего все все знают что это за кнопка как она работает рядом с ней расположена кнопка афае блок всем понятно что за что отвечает данная кнопка под ней располагается режим фокуса под ней ниже у нас располагается кнопка просмотра снятого материала все как у всех тут ссылкой останавливаться они тоже не будем с правой стороны от экрана располагается четырех зонный как бы сказать джойстик он отвечает за регулировку баланса белого выставлен для выставления изо также он отвечает за режим автофокусировки они здесь разные до 49 точек у нас я не ошибаюсь на нижнем положении у нас просто включается брейкинг под ними расположены нас кнопка удаления снятого материала и кнопка дисплей куда вводится при нажатии которой выводится вся информация да кстати середине джойстика находится кнопка быстрого перехода в меню пожалуйста сразу скажу данный аппарат меню напичкан по полной здесь функции довольно таки много на любые вкусы как говорится разобраться с ним интуитивно легко но здесь просто огромная повторюсь еще раз panasonic напихали сюда от души я думаю кто приобретет данный аппарат будет приятно удивлен также у нас на задней панели расположена кнопка управления извините пожалуйста диск управления настройками на него выведем такие настройки как диафрагма баланс белого простите также можно регулировать движемся дальше с торца камеры с правой стороны расположена заглушечка резиновая надежная качественно толстая она у нас закрывает hdmi usb выходы также у нас зарядка данного аппарата производится через usb нету отдельного зарядного устройства батарейка заряжается непосредственно в камере закроем прекрасно закрывается резиновая отличная заглушечка и двигаемся на правую сторону с правой стороны тут смотреть нечего это абсолютно ничего нету давайте заглянем снизу внизу у нас расположен гнездо крепления штатива она у нас алюминиевая поэтому как бы для данного аппарата хорошо что не пластмассовая алюминиевая вполне пойдет рядом с ней располагается у нас дверца дверца батарейки дверца камеры которая легким нажатием открывается довольно-таки надежная на хорошей пружине открыли и внутри у нас батарея батарея данного аппарата своя люмиксовская модель и и она динь w bm b9 и я думаю кому-то расскажу по данному номеру вы можете найти второй комплект себе здесь а panasonic не стали ничего мудрить все сделано просто надежно внизу пружина контакты сверху у нас фиксатор батарейки рядом нас через стеночку пожалуйста камера включилась через стеночку находится карта памяти довольно таки надежно по-другому вы никак не воткнете тут а panasonic сделали все отлично закрываем фиксируем пожалуйста снимаем камера включена всего отлично что еще хотела бы сказать по данному аппарату да а качестве сборки аппарат собран очень хорошо ничего нигде не скрипит не лифтит кнопочки приятные прорезиненная вставка на рукояти хвата все отлично что могу сказать о данной камере еще хорошего видео на делает отлично хороший процессор хороший объектив хорошая матрица пусть и небольшая но довольно таки хорошая поэтому могу сказать вам сразу если вы смотрите данный аппарат для себя для семьи для путешествий и думаете брать не брать скажу вам честно бери а Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok